Ну, первый день, я в Москве. Погода здесь не очень теплая. Кстати, в Калифорнии тоже холодно. Сзади меня мое прежнее место работы, это была Государственная Дума. Я работал помощником депутата в Комитете по иммиграции. Это был шестой созыв до 2016 года. Как раз там мы очень близко изучали вопрос, связанный с иммиграцией. Но это было в прошлом. Итак, сегодня я первый день как вернулся в Россию. Ну, какие ощущения? Ну, здорово, я дома. Но все равно в Америку тянет. Что со мной произошло и в каких департаментах я был? Итак, когда меня задержали в аэропорту, это была служба внутренней безопасности. То есть сначала, неважно где вы подаете, в Мексике, либо вы подаете в аэропорту, сначала вы подаете в департамент внутренней безопасности. После этого вас передают в так называемая служба ICE. Как раз это те ребята, которые ловят сегодня по всей Америке нелегалов, в том числе и легальных граждан. Там те, у кого есть гринкарта. Это граждане Мексики, которые имеют гринкарту, живут по 20-25 лет в США. Но в связи с тем, что у них есть небольшие нарушения, они попадают в эмиграционные тюрьмы. Как раз я и находился в одной из тюрьм, в одной из лагерей, где были ребята из Мексики. Вот. Служба ICE переводится как служба эмиграции таможни. Вот. Это второй департамент, в который я попал, находится он в Сан-Франциско. По адресу 630 Сан-Сам-стрит, Сан-Франциско и United States. Там мне не очень понравилось, потому что туда обычно привозят из лагеря в 5 утра. И специалисты, офицеры, эмиграционные офицеры, которые занимаются вами, приходят обычно к 11-12. И все это время ты находишься в этой камере. Там холодный пол, там металлические лавки. Ну, не очень удобно, холодно. Вот. И приходится проводить там время с утра и до вечера. Это как раз то место, где вы будете проходить второе интервью. Второе интервью. И на втором интервью, это как раз решающее интервью, вам нужно будет рассказать свою историю. Переводчика не будет, будет телефон. Переводчик будет на линии. Вы будете один на один с эмиграционным офицером. Это будет комната, где-то 10 квадратных метров. Ну, позитивные ребята будут спрашивать, почему вы подаете, запрашиваете статус асайлум. Кстати, у них и называется должность офицер по асайлум статусу. То есть вы будете рассказывать свою историю, и после этого формируется ваш кейс и передается уже непосредственно в суд. Суд обычно назначается через 2 месяца. После суда вы можете уже решать вопрос, связанным с залогом и выходом из эмиграционного лагеря. Итак, эмиграционный лагерь называется Contra Costa West County Detention Fatility. Находится он в Ричмонде, Калифорнии. Как я говорил, где-то примерно 30-40 километров от Сан-Франциско. Пять корпусов такие крестообразные. Живут там где-то примерно в каждом по, ну, я так думаю, 300-400 человек. На территории есть библиотека. Кстати, я ходил в библиотеку. Очень ребята там позитивные. Медицинские учреждения, где вы будете проходить комиссию. Кстати, там же можно и стоматологические услуги получить бесплатно. Там же на территории очень много зелени, очень вкусно пахнет. Вообще красивое такое там место внутри, я имею в виду, парк. Вот. Построен этот лагерь в 1991 году. Затрачено там очень много миллионов долларов. Это один из новейших и высоко, наверное, продвинутых лагерей в Калифорнии. Итак, ну, в принципе, нормальное место. Вот здесь как раз вот эта вот камера, где вы будете проводить свое личное время. Вот. Расписание, распорядок дня и прочие нюансы я буду делать по этому поводу видео. Итак, я сейчас в Москве. Те, кто запланировал подавать на статус беженца в Мексике, либо на границе, вы можете обратиться ко мне. Я буду где-то здесь, наверное, неделю, может быть, максимум две. Потом я уеду в Киев. Те, у кого есть вопросы, те, кто находится сейчас в Украине, вы можете также со мной связаться. Мы можем встретиться там. Офис у нас в стандартном режиме работает. Плюс, если по политике, я думаю, что мы с вами будем встречаться в нашем кауоркинге. Ну, об этом я скажу позже. Итак, ребят, если кому-то нужно будет получить консультацию по политубежищу, в том числе и по подаче в Мексике, вы можете позвонить мне в WhatsApp или в Viber. Ребят, по Визе мне не звоните. Я сразу говорю, я отвечать не буду. По Визе у нас занимаются Алексей, Екатерина, там другие менеджеры. Я исключительно по кейсу. Если вы хотите подавать, если вы уже готовы, то вы можете спокойно мне набрать, позвонить, написать, и я вам помогу. Во всех остальных случаях, я думаю, вам лучше обратиться к менеджеру. Подписывайтесь на наш канал. Подробности под нашим видео. Привет из холодной Москвы. Конец мая. Тут холодно просто, безумно холодно. 14 градусов тепла. Аномалия какая-то. Всем всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok